Дорогие друзья, родственники, церковь, служение торжественное наше начинается, молодые приготовились, и мы попросим их пройти сюда под музыку, и после этого мы совершим молитву. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Аминь Дима Торзок 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 а также иметь ясное представление друг о друге, что вы хотите, что вам нравится, что не нравится, друг у друга спрашивать, интересоваться. И тогда, только когда вы будете не замыкаясь друг от друга и обижаясь где-то и сказать, что я тебе докажу, я тебе покажу, вот ты должна это испытать, как мне это тяжело, вы через это только будете понимать, что вы отдаляетесь друг от друга, понять, что нравится, понять душу другого человека, с кем вы живете, потому что вы должны будете стать одним целым, одной плотью. И для этого мне хотелось через Священное Писание понимать для нас, каждого, что Господь ожидает, Давид, от тебя, как от мужа, ты будешь как муж, Господь вам даст деток, ты будешь отцом. И что Господь в этом отношении ожидает от тебя, и также вот, и как от супруги, Господь и в этом отношении прописал, вот, дал через апостолов, через пророков, он раскрывал сущность семьи, брака и как мы должны поступать во всем. Изначально только, когда Господь уже творил первую семью Адама, он уже ему тогда говорил, что, да, оставит отца и мать, прилепится к жене и будут одной плотью. Иногда нам это тяжело понять, что такое одна плоть. Но, Давид, вот у нас свадеб много, и мы постоянно будем это повторять. Вот как ты состоишь целиком из рук, из ног, головы, и вот ты весь, и тебя нельзя назвать, что руку твою одну убрать, и сказать, это ты, нет, это часть тебя. Но в отличие, если оторвать ее, она уже не будет вот тобой, она уже оторвана, она уже не живая. И вот здесь также Священное Писание нам как бы говорит, что вы становитесь одним, одной плотью. Нельзя уже говорить, я принял решение, я уже так посчитал нужным, когда супруга рядом с тобой находится. Это ваши уже общие решения. Вы должны уже об этом говорить. Но здесь мне хотелось мне сейчас поговорить об ответственности и обязанности мужа. Господь мужчине дал силу. И эта сила не для того, чтобы хвастаться или драться, где-то применять силу тем, что показывая, насколько я могу довалеть над другим человеком. Господь дал силу мужчине, чтобы он защищал. Чтоб он имел попечение о семье. И сказано в Священном Писании, да, это 1 Петра, 3 глава 7 стих. Сказано, мужья, «Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказываем честь, как с сонаследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Здесь указывается нам о том, что у тебя есть сила. По сравнению с тобой, супруга, это немощный сосуд. Это тот сосуд, который надо беречь и хранить. Ну, наверное, когда ты видишь бочку металлическую, ты как-то ее можешь смело катать, не боишься, что разбиться, чтобы она разбилась. Но если ты возьмешь хрустальную вазу или какой-то стеклянный сосуд, и ты вот как вот эти колбы вот эти для свечей, мы понимаем, что неправильное отношение к ним, небрежное отношение, оно может расколоть это все. И здесь сказано в Священном Писании, что с женами надо относиться благоразумно, с мудростью, понимая, что у тебя есть сила. На тебя возложена ответственность. Ты должен принимать на себя вот эти сложные решения принятия, как с немощным сосудом, оказывая им честь. И что интересно, сказано, да, что чтобы не было вам препятствия в молитвах, твое взаимоотношение с супругой – правильные отношения. Они будут давать тебе силы молиться Господу. Иногда люди не понимают, и даже видишь, когда проблема в семье, когда они доказывают друг другу, насколько кто неправ. В молитве ты слышишь, как они Бога упрашивают, чтобы Он доказал или наказал свою другую половинку. Только есть обличение, есть недовольство. Здесь мы говорим, чтобы у нас была сила в молитве. Это правильные взаимоотношения между мужем и женой. В Священном Писании сказано, что во Второзаконии, в 32 главе, там говорится о том, что один может преследовать тысячу, а двое могут прогнать тьму. Это 10 тысяч. То есть настолько увеличивается сила, когда ты не один, когда есть поддержка, когда есть правильные взаимоотношения. Сила в молитве. Это говорит о том, что, во-первых, ты понимаешь, насколько важна молитва. Ты ценишь этим. Ты хочешь приходить к Господу в молитве по всем вопросам. И ты хочешь, имеешь вот это желание доброе, чтобы супруга тебя поддерживала, чтобы вы вместе могли молиться об этом. И сила молитвы увеличивается в десятки раз. Когда двое человек просят об одном. Господь это видит и слышит. И в таких случаях Господь готов помогать. И мы, вот уже живя на земле, здесь много семей, и хор сзади сидит, и ваши родители. Мы все понимаем, чтобы сохранить супружеские взаимоотношения, мы нуждаемся в молитве. Это важно, это нужно. И хотелось бы, чтобы это не просто пожелание для вас было, чтобы молитва – это ваша жизнь была. Это настолько важно и ценно. И тогда вы сможете быть победителями в жизни. Господь тогда будет отвечать и помогать вам в жизни. И это будет благословением для вас. Опять же, во всех этих моментах мы понимаем, что для того, чтобы молиться, для того, чтобы иметь эти общения, для вас дана жизнь. Чтобы вы могли учиться познавать друг друга. Иногда бывает, что проходят уже годы, когда мы что-то о супруге узнаем новое. Вот сегодня утром, да, уже спустя сколько лет, утром сидя, когда кофе мы пили, супруга рассказывала, вспоминала наш брак и ее переживания, про которые я не знал 20 лет с лишним. То есть вы постепенно будете узнавать. И хотелось бы, чтобы ваши сердца открывались друг для друга, чтобы вы интересовались. И поэтому сказано, да, что муж должен заботиться. Заботиться – это надо понять, что ей необходимо, спросить, узнать ее характер, ее желания, мысли. И иметь вот это попечение, как Христос о церкви. Очень важно, Давид, хотелось бы сделать пожелание для вас. Важная роль в семье для отца – это духовное руководство. Ты являйся священником в семье, пастырь семьи. На тебя ложится ответственность читать Священное Писание, выникать его, разбирать. Это не просто достать Библию и сказать, ну все, сядем, сейчас прочитаем. Для того, чтобы приготовить пищу, хозяйка готовится. Чтобы пища была вкусная, надо приложить старания. Поэтому изучай Священное Писание, вникая в него, разбирай, чтобы эта духовная пища была интересна и для нее, и в дальнейшем для ваших деток. Занимаясь, вы будете благословенны. Бог сотворил человека инициатором. Мужчина подходит делать предложение. Вот для девушки. Она соглашается. И в этом отношении инициативу дал Бог человеку и в отношении духовного, чтобы дать пищу духовную. Это будет благословение, когда вы сможете сказать, что, или ваши дети смогут сказать, что в нашей семье Библию для нас читал Папа. Мы вспоминаем, что Папа с нами занимался. У него было интересно, с ним было интересно. Он имел то, чем мог поделиться с нами. Хотелось бы, чтобы ты об этом запомнил, да, и приложил к этому старание. Как и Христос заботится в этом отношении о церкви. Для нас Христос – это самый большой пример, на который мы можем смотреть и равняться. Глядя на церковь, мы понимаем свое несовершенство. Глядя на свою жизнь, мы можем просматривать, что, насколько нам много еще в жизни надо менять. Но мы ни разу не заметили о том, что Христос нас не любит. Когда даже вокруг все люди нас не понимают, когда, может быть, где-то предательство есть, измена, может быть, кто-то нас подставил, насмехается, мы знаем, что мы идем к Нему, Он нас любит. Он единственный, который может нам помочь, поддержать в жизни. Вот такое же отношение должно быть и у мужа к жене. Может быть, у нее много каких-то несовершенств, но прилагая любовь, старание, выдержку и попечение, ты можешь добиться того, что она будет отвечать взаимностью, она будет отвечать тебе стремлением также к духовной жизни, если будешь ты иметь это в жизни. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь благословил тебе, дал мудрости во всем. Еще одно, хотелось такое выражение, когда-то я его слышал, оно мне понравилось. Самое главное, что отец может сделать для своих детей, это любить их мать. Ваши детки будут чувствовать себя комфортно, они будут как за стеной, когда будут видеть, что ты любишь свою супругу. Когда у вас есть романтика, когда у вас есть попечение друг о друге, когда вы мило разговариваете, не ругаетесь, потому что сколько слез и печали в семьях, где муж с женой ругаются, а дети плачут. И в итоге вырастают, может быть, иногда коллеги, инвалиды, дети психологические, потому что они не видели перед собой вот такого должного примера. И дети будут более послушные, они будут хотеть расти такими же, как и вы, видя, что между вами правильные взаимоотношения. Самое главное, что отец может сделать для своих детей, это любить их мать. Проявляй заботу и попечение о том, кого для тебя приготовил Господь и с кем ты хочешь вместе жить на этой земле. Также мне хотелось сделать пожелание и для тебя, Анастасия. Священное Писание рассказывает тоже о том, как должна была поступать супруга. Если мы видим первую семью в саду Эдемском, их было трое – Адам, Ева, и Господь приходил с ними, беседовал. После того, как они согрешили и стали прятаться, они стали стесняться, видеть наготу свою, осознавать, что они согрешили, и здесь Господь, видя их, дал ей такое слово, что мы читаем в Бытие 3.16. «Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Некоторые у меня спрашивали, я сам тоже где-то вот влечение к мужу, и как-то вот здесь как-то непонятно. Но читая вот в оригинале это слово, и находя, как это слово в другом месте описывается, то это же слово в тексте в другом, это Бытие 4 глава 7 стих. «Если доброе делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе». Вот это слово «влечет» и «влечение». Смысл совсем другой. То есть при грехопадении у жены будет желание господствовать. Вот здесь в отношении греха было сказано, что он влечет тебя, он хочет господствовать над тобой, но ты господствуй над ним. И поэтому в Священном Писании, в послании к Ефесянам, мы находим текст Священного Писания, когда сказано, 22 стих, «Жены, повинуйтесь своим мужьям ко Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». До этого тебе приходилось принимать решение, может быть, самой, прислушиваться к родителям. Теперь у тебя есть муж. В русском языке оно хорошо, показывает сестра замужем. Она как бы стоит за мужа спряталась. Он ее гарант сохранности или, может быть, каких-то решений, и она уходит за мужа. Это не говорит о том, что она забитая, она должна смириться и быть рабой. Повиновение. Что такое повиновение? И вот в этом отношении мы в Священном Писании находим пример. Это в пятой главе книги «Деяния апостолов», когда рассказывается о том, что когда взяли учеников и привели в Синедрион за то, что они проповедовали Евангелие. И вот когда пришли солдаты, они повиновались, они пошли туда, они предстали предсудилищем Синедриона. Но когда их начали заставлять, чтобы они отказались и перестали проповедовать о Христе, они сказали, что должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Вот повиновение мужу – это своего рода смирение. Смирение – это не самоуничижение. Это искреннее стремление ставить интересы других вышесобственных. Оно в жизни у всех у нас, христиан, должна быть такая практика. Но в семье почему-то для жены сказано, что жены повинуйтесь мужьям. Есть соблазон командовать. Есть даже такая пословица, в русском языке, муж – глава, жена – шея, куда вот верьте, туда хочет. Это неправильное понимание. Доверить мужу решение. Пускай он ошибается где-то. Где-то с ним решать, но дать ему возможность возрастать, как мужу, как священнику. Дать возможность, может быть, где-то ошибаться, чтобы на ошибке научиться жить дальше, поступать правильно. По практике заметно, когда жена хочет влавствовать в решении вопросов и начинает где-то брать это все в свои руки, мужчины отходят в сторону и говорят, хочешь – занимайся. Да? Хочешь – тяни. Мне легче будет, с меня меньше спрос. Но потом она начинает там пробовать, другом – третьим, она уже начинает жаловаться и говорить, почему он такой равнодушный, почему он там сидит, отдыхает, а я здесь, теперь мне приходится все эти вопросы решать. Желание принимать решение в итоге приводит к плачевным результатам, когда он отходит в сторону и не принимает участие. Чтобы этого не было, ты должна повиноваться, своего рода повинуясь, его к нему как мужу, как священнику, как отцу семьи, вот, когда детки будут. И через это ты увидишь, будет благословение. Ты увидишь. Я читал такие примеры, да, и видел, когда супруга, осознав о том, что она неправильно себя вела, и поступая должное к супругу, молясь за него, и поощряя его к добрым делам, может быть, их не так много, но, по крайней мере, видя в нем доброе, и подталкивая к этому, она видела потом, что его жизнь меняется, и он старается достичь этих высот, на которые супруга на него смотрит. У вас жизнь впереди. У вас будет возможность учиться, пробовать, чтобы это было так в жизни. Если хочешь видеть мужа сильным, на которого можно положиться, помоги ему в этом, и Господь тоже будет благословлять. Иногда слышишь от жен, а, другие, может быть, и нормальные, а мой. Но это, наверное, вот все вот в этих взаимоотношениях, в молитвенной жизни, в правильном понимании, вот, как правильно поступать. И поэтому Священное Писание нам опять же говорит, да, как мы должны поступать. Опять же, у нас есть сравнение от Церкви и Христа. Мы доверяем нашему Христу. Иногда нам может быть больно, когда он нас проводит через какие-то долины, но понимаем, что в дальнейшем для нас это будет лучше. Он очищает Церковь свою, чтобы привести вот к Небесному Иерусалиму туда вечность, готовыми нас. И вот здесь то же самое. Вы в жизни быть послушным, вот, повиноваться мужу, он будет благословением для тебя. Вы увидите, что это стандарты Божии. Весь мир живет по-другому сейчас. Они хотят доказать, что человек важен в первую очередь, и каждая судьба, она независимая, и каждый должен принимать решения. И мы видим феминизм, и когда люди рвутся к этому, доказывая и таща, может быть, а потом, когда один на один остаются, они плачут. Сохрани вас, Господь, от этого, чтобы вот во всех ваших решениях, во всех ваших поступках Господь был прославлен. Мне хотелось прочитать вот Евангелие, послание Хефесиным, пятую главу, вот, вам в назидание, думаю, и для нас, для каждого оно нужно. Это с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям». И дальше, с 25 стиха, уже к мужу. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так, каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Живите друг для друга, заботитесь друг о друге, молитесь, имейте попечение, и Господь вас будет вести, вот будет вам помогать. И хотелось бы вот еще раз напомнить, полюбите Священное Писание, живите этим, потому что в нем, читая, вы будете понимать, как вам правильно поступать. И мне хотелось, чтобы мы сейчас перешли ко второй части, когда вы будете давать обещания, обе друг другу, и церкви, для родных, близких. И после этого у нас будет молитва, молитва благисовения. Хорошо? Я попрошу вот вам повернуться, встать друг к другу лицом, может быть, даже развернуться, чтобы я правую руку на тебя положил, так и развернули. Помогите спать. Дайте друг другу правые руки. И мне хотелось, чтобы вы дали обещание. Можно смотреть друг другу в глаза, потому что это обещание, вот друг для друга. Давид, пред Господом и Церковью, пред родными и близкими, обещаешь ли ты любить, ценить, уважать Анастасию, правую руку, которой ты держишь? Обещаешь ли ты заботиться о ней в болезнях и здравии, в радости и печали, в благополучии и нужде, в молодости и старости? Обещаешь ли ты быть верным ей до смерти? Обещаем. Обещает. Это благословит тебя, Господь. Анастасия, пред мужем, которым ты стоишь, женихом, пред Церковью, пред родными и близкими, обещаешь ли ты любить, ценить и уважать, быть помощницей вот возле стоящего тебя Давида? Обещаешь ли ты заботиться о нем в болезни и здравии, в радости и печали, в благополучии и нужде, в молодости и старости? Обещаешь ли ты ему быть верной и преданной супругой до смерти? Обещаю. Пусть Господь вас благословит. Хор исполнит гимн. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогая Церковь, друзья, у нас сейчас будет молитва. Совершат молитву родители невесты, потом родители жениха. После этого молодые склонят колени, и они совершат молитву. Встанем, чтобы помолиться. Отец наш Небесный, я безмерно благодарю Тебя за любовь и милость, что Ты нам даешь и являешь. Я благодарю Тебя, что Ты помог нам дойти до сего часа. Я благодарю Тебя за деток, которых Ты нам подарил, за Давида, за Анастасию. Господи, я умоляю Тебя, благослови их обильно. Я прошу Тебя, Ты будь их вождем, веди их по этой жизни. Ты руководи ими, в руки Твои отдаем их Тебе. Господи, я молю Тебя, помоги им жить свято пред Тобой. Помоги им жить чисто пред Тобой. Помоги им быть светом к окружающему миру. Я молю Тебя, Господь мой, Бог мой, помоги им жить в мире друг с другом. Любить друг друга. Любить Тебя, в первую очередь, Господи. Я умоляю Тебя, благослови их обильно. Подари им деток. Дай мудрости им в их воспитании. Я прошу Тебя, Господи, будь с ними рядом. Веди их по этой жизни только Ты. Только Ты. Я молю Тебя, не оставь их, не забудь. Позаботься о них. Я Тебя за все прославлю, как Ты этого достоин. Отец и на Дух Святой. Аминь. Отец наш, Тебя великого, дивного. Благодарю и славлю, что Ты за каждого из нас пострадал. Ты заплатил, омыл нас с плетистой кровью своей. И мы теперь имеем часть на небе. Мы туда идем, и когда дойдем, мы будем там свои, не чужие. нас там ждут. Слава Тебе, Господи. За детей своих хочу просить Тебя, Господи. Богослови Давида с Анастасией. Сохраняй их в руке своей мощной, крепкой. Остаться верными Тебе до конца, пройти эту жизнь. И чтобы мы все вместе встретились там, на небесах, в обителях, которые для каждого из нас Ты приготовил, Господи. Благослови их, сохрани, усмотри в руке своей. Аминь. Дорогой Отец Небесный, я тоже предстаю пред Твоим величием. И в этот день, Господь, я благодарна Тебе, что Ты благословил, Господь, и мою семью даровал нам, деток святый день, что Ты благословляешь, Господь, ни в чем мы не имеем нужды. Благодарю Тебя, что и Давид познал Тебя, полюбил, Господь. Благодарю Тебя также, что Ты подарил нам и Настеньку, и нашу семью, Господь. Благослови, Господь, их жизнь, все, что будет, Господь, это будешь Ты в их жизни, в центре, Господь, чтобы они постоянно в Тебе нуждались, Господь. Благослови, Господь, и если Ты подаришь им деток, дай им мудрые, добрые сердца, Господь, чтобы они благословляли, любили Тебя, Господь, благослови их жизнь, да будет милость Твоя, Господь, прибудь, и в этом дне, да будешь Ты прославлен, Отец, и Дух Святой. Аминь. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты нас благословил во всем, до сего часа, и даровал возможность быть здесь, на этом месте. Слава Тебе, что Ты некогда Давида нам подарил, нашу семью, благословил и его, и духовный рост ему давал, и физически благословил. И вот теперь вот он, повзрослев, хочет начать свой жизненный путь вместе с Настей. Слава Тебе, что Ты посылаешь ему невесту, спутницу жизни из христианской семьи. Просим благослови, Господь, прибудь с ними на начале их пути, до конца их дней жизни, прибывай с ними, и помоги им прежде всего жить для славы Твоей, приносить плоды в жизни их, верны бы Тебе до конца. Если даруешь им детей, то также и мудрости им дай воспитать их, их детей, чтобы и их дети жили для славы Твоей, верны были Тебе во всем. Прибудь с нами в остатке этого дня, благослови нас, платья Тебе за все, и славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Дарю по небесной, Отец, славлю, благодарю Тебе, Господи, за этот день, который Ты мне дал, благодарю Тебе, что Ты хранил меня до сегодняшнего часа, благодарю Тебе, что я родила в христианской семье и выросла. Также Ты видишь, что мы предстали при Тобой, Господи, благодарю Тебе также, что Ты послал Давида в мою жизнь. Я прошу Тебя, дай нам, милый, пойди между нами, Господи, будь центром в нашей семье. Помоги мне быть мудрой женой, Господи, послушной, помогать Давиду во всем. Помоги мне нести это служение в этой жизни, Господи. Помоги нам также дойти до небесной отчизны вместе. В имя Отца Сына и Духа Святого. Аминь. Здорово, Господи. Благодарю Тебя за этот день и благо Тебя за воскресенье до этого часа. И, дорогой Господи, Благодарю Тебя, что подарил меня Настю. И помоги мне. Спасибо. Видишь, мы здесь собрались перед Тобой, Господи, и чтобы будет Твое благословение получить. Господи, помоги мне быть мудрым Божем, чтобы Бог стремится к Тебе и прославить Твое Слово всегда, Господи. На имя Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Аминь. Мы уже предстали по улице. Потом. Это. Это. Боже, мы стали по воле Твое, Мы не с небесной жених, претолом. Вместе решают пройти путь земной. Благословитый союз и святой. О, разложи, Боже, руку на ней, Жизни держатся путей дать Твои. О, Боже, мы их приносим в мольбе, За мной пребудь с ними в жизни везде. Господь Бог наш, мы к Тебе пришли за благословением для этой новой семьи. Они любят Тебя и хотят, чтобы Ты пошел вот вместе с ними, был постоянно в их семье, и они слышали Тебя, по всем вопросам обращались к Тебе, учились вместе вот у ног Твоих. Мы просим Тебя, Господь, не оставь их. Благослови их всем необходимым, чтобы и в работе, и в общениях, в служении, везде, с детками, они постоянно вот были в правильных взаимоотношениях друг с другом и с Тобой. Мы просим Тебя, благослови, вот соприкасаясь с людьми на работе, в общениях, с соседями, чтобы все знали, что они любят Тебя, а не принадлежат Тебе. Господи, Ты даешь деток, и поэтому мы просим Тебя, благослови их и в этом отношении, чтобы они могли испытать, что такое отцовство и материнство. И когда Ты им дашь, Господь, мы просим Тебя, помоги им понимать вот роль отца, матери, и что это не просто так, но научить их, помочь дойти до вечности. И просим Тебя, благослови, сохрани, чтобы, идя на пути к небесному Иерусалиму, они не приткнулись, чтобы могли постоянно взирать на Тебя, видеть Тебя перед своим взором. Даже, может быть, через какие-то трудности, испытания, но они познавали Тебя все сильнее. Помоги им любить друг друга, верить вот Тебе, Господь, что Ты даешь вот эти благословения, когда они живут правильно при лицом Твоем. Нуждаемся, Господь, в Твоем благословении, поэтому просим, услышь и благослови их, и вот все их взаимоотношения с родными, с родителями, с братьями, с сестрами, чтобы во всех этих отношениях с другими людьми они укреплялись во взаимоотношениях друг с другом больше, имели вот эту радость. Просим Тебя, услышь молитву нашу и благослови их. За все слава Тебе, наш Господь. Аминь. Встаньте. Дайте ваши правые руки. Братья и сестры, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Объявляю вас мужем и женой. Поприветствуйте друг другу. Хор. Многие, 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 многие летом, многие летом, многие летом. Сотвори, Господи, даруй, Господи. Многие летом, многие летом, многие летом, многие летом. Благословение даруй, Господи. Многие, многие летом, многие летом. Многие летом. Вы теперь муж и жена. Мне хотелось поздравить вас. Пусть Господь благосовеет вас. Служение наше подошло к концу. И в первую очередь, наверное, родители смогут подойти, поздравить. И потом братья, сестры, друзья, вы сможете подойти, поздравить молодых. И после этого уже будет вторая часть, там уже торжество, пожелания со столами. Пусть Господь на всех благосовеет. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.